огороду на окне быть это значит мы приступаем посеву сеть бом салат редис посадим лук на зелень вот в такой пластмассовый ящик в которой уложили пленку два ряда дренажные отверстия делать не будем потому что в своем поливе мы уверены если вы не уверены в поливе тогда делаем дренажные отверстия чтобы корневая система не замокала засыпали хорошо рассыпчатый грунт сверху насыпали вермикулит сейчас все тщательно перемешаем и посеем три культуры как я сказал ранее редис у нас ранее красный фотографировал партнер салат фриллис и салат геркулес и по краешку либо в другую емкость посмотрим по месту посадим лук на зелень ранее 23 октября мы посеяли огурчики буквально до отъезда и они уже имеют у нас два настоящих листика все буду показывать и рассказывать не забывайте подписываться ставить лайки и писать комментарии все вермикулит с грунтом тщательно размешали и у нас получилась глубина грунта примерно 5-6 сантиметров этого будет вполне достаточно теперь тщательно проливаем грунт но не заливаем то есть делаем его такой хорошей влажности далее накроем все после посевов пищевой пленкой чтобы наши всходы взошли можно быстрее все сделал бороздки глубина бороздки примерно полтора сантиметра этого будет вполне достаточно надеюсь вам бороздки видны между бороздками получается примерно 3-4 сантиметра у меня получилось 3 6 9 10 11 бороздок на этот ящик в общем думал думал я по поводу посевов как все-таки распределить мне бороздки сначала хотел редиса посеять три бороздки потом 4 в итоге посеял пять и по три бороздки у меня санится под салат если салат будет садить достаточно густо мы его немножечко распекируем в отдельные емкости чтобы он было много посвободней почему редиса посеял все таки не 3 а 5 бороздок потому что редис молоденький можно есть как вершки так корешки соответственно полезного продукта с меньшей площади точнее не с меньшей площади от этой же площади мы получим больше такие у нас приоритеты на сегодняшний день 7 салат не посмотрел заранее в салате фриллис у нас всего лишь 15 штук семечек и они находятся вот в такой колбочки которую сейчас мы вскроем и посеем у нас получится буквально наверное пару бороздок все остальное мы засеем геркулесом в котором слава богу у нас семян намного больше полграмма их там целая куча я уже вижу семена у салата фриллис обработаны их будет хорошо видно на поверхности в общем получилось ни много ни мало всего лишь 2 бороздки оно и понятно всего лишь 15 семечек ну единственно что на одну бороздку я посеял 9 на другую 6 так вот где 9 если они взойдут все мы их распикируем ну все мы практически завершили свои посевы посеяли редис еще раз повторяю ранний красный салат фриллис две бороздки редис опять и салат геркулес 4 бороздки все теперь осталось заделать их в грунт и поставить под фитолампы ну предварительно мы накроем еще дополнительно пленочкой чтобы наши всходы появились как можно быстрее и к новому году я думаю мы будем уже с хорошим урожаем зелени а лучок посадим в отдельную емкость после посева еще раз хорошенько пролил теплой водой так сходу появится намного быстрее и теперь затягиваем обычной пищевой пленкой затянул все пищевой пленкой и убираю на стеллаж под фитолампу все принес свой ящик он как раз стал как литой между уголками то есть как будто бы он сюда и был предназначен и теперь будем ждать непосредственно всходов лампу мы досвечиваем днем но у нас южный балкон иногда нас балует солнышко что несомненно в плюсе вот два огурчика который я сказал что мы посеяли буквально до отъезда и уже имеются даже два и третий настоящий лисе появляется 4 скоро мы будем его пересаживать другую емкость а вообще планирую выращивать в 10 литров кашпо два огурчика чисто для эксперимента помимо огурцов и зелени почему мы вообще завелись с этим если можно так сказать зимним огородом потому что здесь у нас стоят черенки alisum snow princess это с выставки от бориса борисова специально очень хотели получить эти черенки что у нас несомненно получилось 9 черенков и уже видим что всем из них хорошо укоренились и отлично дали корешки надеюсь вам будет на видео хорошо видно немножко бликует но думаю перевернем как ну да вот видно корешочки все замечательно всем из них уже с корешками едва еще без корешков но принципе чувствуются замечательно некоторые пытаются даже цвести также у нас есть всегда вылетает из головы хризантема все вспомнил не знаю вот так вам будет наверно видно здесь несколько черенков все они хорошо прижились это хризантема мультифлора какая расцветка честно сказать вам не могу чисто получилось отхватить череночки но будем смотреть некоторые также с бутончиками помимо alisum а очень хотелось найти череночки вот такого чуда это дихондра серебристая в этом сезоне я пытался ее вырастить из семян из 15 семян взошло всего лишь два и они не были серебристыми вот такая вот петрушка у нас случилось в этом сезоне теперь она у меня есть и также уже имеются корешки надеюсь вам видно все на камеру и также у нас есть еще такая будра плющелистная если найду обязательно вставлю фотографию нарвали черенков и вижу что не безрезультатно уже имеются вот такие шикарные корешки надо также провести хотя бы двухлитровые кашпо с деревни и высадить в него это у нас будет как маточник вижу что хорошо укореняется даже в воде запах потрясающий обязательно вставлю фото если найду тоже красивая ампельное растение как и дихондра здесь у нас балкон он не отапливаемый но хорошо утепленный дверь в комнату мы не закрываем соответственно здесь температура на стеллаже днем примерно в пределах 24 25 градусов а ночью не опускается ниже 21 22 градусов соответственно микроклимат тут просто замечательный давайте на этом будем заканчивать свое видео все развития событий буду показывать на своем канале не забывайте подписываться ставить лайки писать комментарии а вам хочу пожелать хорошей погоды солнечного настроения и до новых встреч всем пока пока